Это фестиваль афганской песни 19-й по лику, причем место его проведения николи не изменялось, а вот статус, что можно окрестить по-иншему, когда ранее у фестиваля принимали удел только представники Беларуси, то сегодня-то у Жлобин приехали уже в оканавцы с 5-й краин света. По великим рахункам в Жлобине собрались и те, для кого патриотизм нечто больше, чем просто слово. После развала Советского Союза афганцы не только панулись в разных краинах, але и протяглый час ничего не ведали один об одном. По особенности, одновление боевого братерства почалося некаких годов тому. На взлетах и фестивалях сустракали сослуживцев и знакомиться с шуравей, які служили у інших кропках. Менавитые гэтые контакты и дозволили поширить формат Жлобинского фестивалю. В форумах, на взлетах, где мы знакомимся с ребятами из других стран, приглашаем друг друга в гости, и ездим друг в другу в гости с песнями, с своими репертуарами, со своими концертами даже, можно сказать. За маль 30 тысяч белорусов, які воевали на афганской земле, до дому не вернулись 771 человек, 124 из их – наши земляки. До этой лишь бы можно додать еще сотню прозвищев тех, кто от былых раненев и хвороб помер у мирный час. Гойны-интернационалисты кажуть, что в написанном головная тема для их – память об своих сябрах, тады о Афганистане, их песням, акчемы и не отповядали высоким мастацким потребованиям, але яны были об тем, что саправды хвалявало. Тот, который был там и сочиняет какую-то песню, скажем, пускай даже сейчас, новую, но она звучит как-то по-другому, не в обиду никому, просто звучит по-другому, потому что он был там, он был за речкой, он прошел там тот ад, который там был, и вот вернувшись домой, мы еще, я благодарен Господу Богу, что еще можем напомнить кому-то, что был когда-то Афган, и мы этого не хотели. Солдаты никогда не выбирают войну, солдаты, наоборот, хотят мира. А то, что мы отдали честно, мы не должны стыдиться, мы честно, абсолютно честно отдали свой долг Родине, и брестяне. Запаливайся свечи, День доброй мати, Другий батальон, Афганский маш, Виват Шурави, значная частка композиции, яке выконывается в рамках фестиваля Афганской песни, написаны после заканчения боевых дейни, ветераны кажуть, что это так само добро. Калитэма памяти и патриотизму хвалюя людей, значит, воевали недарымно. На протягу усяго концерта у зале заховывается тишиня. Гэтэй песни не обходно слухать, только молчки. Бросок на небеса, последний в своей жизни, спасибо за глаза, за преданность о жизни, за чистые сердца, за то, что не сдавались, спасибо, то, что вы не за спасибо дрались. Олег Синтеров, Валерий Капанько, телерадио компания «Гомель» со Жлобином.